За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений. Интенсивность боевых действий возросла в эти сутки на всей линии фронта от Харькова до Херсона. На Волынском и Полесском направлениях тут оперативная обстановка без существенных изменений. Она стабильная и контролируемая со стороны наших войск. На Северском и Слобожанском направлениях тут есть изменения в том плане, что противник нанялся авиационный удар по Степному Сумской области и по городу Уды Харьковской области. А также совершил минометные артиллерийские обстрелы более чем по 30 населенным пунктам во всех трех областях Черниговской, Сумской и Харьковской. Но изменение обстановки состоит в том, что сегодня ночью в Черниговской области диверсионно-разведанная группа врага пыталась скрытно перейти нашу границу для проведения разведанно-диверсионной деятельности. Наши пограничники вовремя это все заметили и по противнику был открыт огонь и он, понеся потери, отступил на сопредельную территорию. То есть, ну как и говорилось, я вам говорил когда-то, что мы знаем, что напротив Черниговской области передислоцировано туда отряд 22-й бригады спецназа ГРУ вооруженных сил Рашистской Федерации. Поэтому этого следовало ожидать. И видите, наши пограничники были готовы, они оснащены для работы, наблюдения, точнее ведения наблюдения в ночное время, довольно хорошо подготовлены. И поэтому диверсионная группа нарвалась на наш огонь, понесла потери и откатилась на свою территорию. Купенско-Лиманское направление. Здесь мы продолжаем проводить оборонительную операцию, мы стабилизировали здесь фронт, но враг не успокаивается, продолжают атакующие действия. В основном это атаки идут восточнее Берестова и возле Новоселовского, соответственно в Харьковской и Луганской областях. Но эти атаки, в принципе, все отражаются, они не носят такой, я бы сказал, яростный характер. А особенно после стабилизационных мероприятий, когда мы в районе Надежды и в районе Новоселовки, в принципе, я бы так сказал, выровняли линию фронта, почти вернулись на исходные рубежи, то противник хоть и продолжает атаковать, но уже не так активно и не так напористо. Видимо, те потери, которые они понесли в результате этой операции, очень сильно подкосили желание. Я понимаю, что это временное явление, понимаю, что будет сейчас перегруппировка, будет сейчас, ну, ротации они не могут провести, сразу скажу, потому как практически все, что есть, даже в этой огромной группировке, почти 100 тысяч, она уже уменьшается благодаря нашим силам обороны Украины, все равно они будут атаковать. А вот ротацию проводить нечем, потому что почти все задействованы, все части задействованы на переднем крае. Все побывали в бою и все задействованы в введении боевых действий. Резерва нет. Перебрасывать на другие направления тоже не очень. Кстати, дальше мы будем говорить. Там у них проблемы уже на Запорожском, на Мелитопольском и Бердянском направлениях, и там уже Генштаб практически примчал, примчал в Украину для того, чтобы, видимо, разобраться здесь на месте, как тушить пожары, как затыкать дырки, а затыкать их нечем. Далее Бахмутское направление. Здесь у нас ситуация тоже без особых изменений. Наши войска продолжают активные наступательные действия южнее Бахмута. Севернее Бахмута идут позиционные бои, довольно ожесточенные, а вот южнее Бахмута мы продолжаем вклиниваться между населенными... Вот на этом рубеже, Курдюмовка, Андреевка, Клещиевка, мы продолжаем вклиниваться между населенными пунктами. Да, темп вклинения снизился. Сейчас это измеряется сотнями метров, но тем не менее мы все равно упорно продвигаемся вперед. И вот особенно, я так понимаю, уделяется больше всего внимания Клещиевке и Андреевке, они больше всех на сегодняшний день охвачены нашими войсками с севера, с запада и с юга. Так что сколько еще там противник продержится, трудно сказать, но судя по тому, как они туда завозят резервы, они там будут сражаться до тех пор, пока мы их не уложим в землю. Но вот такая вот ситуация. То есть здесь мы продолжаем наступательные действия, и даже на отдельных участках южного фланга Бахмута мы имеем частичный успех. Авдеевское и Маринское направления. Тут глухая оборона с нашей стороны, она продолжается, но она тоже стабилизировалась, и в принципе наши войска довольно уверенно держат оборону, отбивают все попытки врага наступать. Самая большая активность на Авдеевском и Маринском направлении противник проявлял в районе Маринки и Победы. Но все попытки наступать были отражены нашими войсками, не увенчались успеха, и враг, понеся потери, откатился на исходное положение. На Бердянском направлении. Тут в районе Старомайорского, как я и говорил, противник пытался, еще раз предпринял попытки восстановить утраченное положение. Но там вот Старомайорское и Урожайное, они пытаются хоть как-то контратаковать наши войска, чтобы разблокировать Урожайное. Дело в том, что Урожайное, я вам объяснял, оно с трех сторон окружено нашими войсками. Оно простреливается насквозь. Но, видимо, приказ стоять насмерть, и они туда вводят войска прямо под огонь наших войск. Они вводят очередные войска и пытаются в Старомайорском атаковать наши позиции, контратаковать уже получается, чтобы хоть как-то оттеснить наши войска от Урожайного. Но ничего не получается, мы там четко держимся и наносим довольно серьезное огневое поражение. Там уже подразделения 5-й общевойсковой армии носят общий характер войск, можно охарактеризовать как усталость и моральная подавленность. Я, кстати, сейчас тоже об этом поговорим. Есть очень интересный анализ со стороны британской разведки. Так что на Бердянском направлении вот такая вот ситуация. Мы отбиваем контратаки врага в районе Старомайорского и продолжаем утюжить их в Урожайно. Мелитопольское направление. Здесь противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Они уходят практически, ушли в глубокую оборону. И вот тут надо, можно было бы, наверное, объединить бывшее запорожское направление фактически на участке фронта от Углидара до Каховского водохранилища, ну или там, где оно было. Вот на этом участке фронта мы ведем систематические наступательные действия по всей длине участка фронта. И вот то, что я вам говорил по состоянию войск, смотрите, британская разведка пишет о ситуации на Южном фронте. Это характеризует состояние рашистских войск на этом участке. На юге Украины ожесточенные бои продолжаются в двух секторах. К югу от Орехова украинские войска атакуют 58-ю общевойсковую армию. И 58-я армия, скорее всего, испытывает усталость и истощение передовых подразделений, которые ведут напряженные бои уже более восьми недель без ротации. Далее на восток, к югу от Великой Новоселки Россия стягивает войска для обороны как из восточного, так и из южного военных округов. То есть сейчас вытягивается из восточного и южного военных округов вытягивается все, что можно вытянуть. Последние остатки, последние резервы, я вам приводил пример, когда привозили 100 человек мобилизованных, которых даже переодевают на территории Украины, на оккупированных территориях. То есть их с военкомата забирают в вагон и погнали сюда, потому что надо чем-то пополнять потери. Что, вероятно, создает проблемы координации и так полагает британская разведка. А проблема координации в том, что обычно на стыке соединений, когда каждый суслик агроном же получается, каждый командир получает задачу от своего верхнего начальства и никто не собирается помогать соседям. Кстати, у них такой принцип наблюдается еще с самого начала, что никого не интересует, что там у соседей творится и только когда, допустим, проваливается фланг, они сразу же говорят, ой, там вот наши соседи нас подвели и тогда мы вынуждены отходить. То же самое пишет британская разведка и про 5-ю общевойсковую армию. Вероятно, она испытывает сильное давление и, вероятно, также считает, что им давно пора провести ротацию с линии фронта. Но, как я уже и говорил, из 58-я армия и 5-я общевойсковая армия и 1-я гвардейская танковая, которая задействована, их оперативная группа, которая задействована на Купенском, Лиманском направлении, они не могут провести ротацию, потому что нечем ротировать. Все войска задействованы в боевых действиях. Поэтому везут мобилизованных, везут, кто там соглашается подписать контракт, да, у них идет вот это, ну, будем так говорить. Она, кстати, тоже, опять же, основываясь на данных британской разведки, я вам приводил несколько дней назад, что она такая вяло текущая сейчас. И сейчас они готовят, готовят, я так понимаю, население России, готовят власти российские, готовят к более масштабной мобилизации. Это будет либо вторая волна, либо это будет объявлена тотальная мобилизация. Хотя я в тотальную не верю, потому что чем их вооружать? Черенками лопат? Им даже винтовок Мосина не хватит, наверное, на всех трех линеек, для того, чтобы вооружить такое количество людей. И видно настроение в обществе, в российском обществе уже настолько шатки, что, видите, я вчера вам говорил об этих учениях, что Росгвардия проводит учения по подавлению бунтов мобилизованных и членов их семей. Так что посмотрим. Вот такая вот, вот такая. И опять же, исходя из вот этой вот всей обстановки, которую я вам зачитал, что мы не просто удерживаем здесь фронт, а мы на этом широком фронте наступаем, мы постоянно давим, наносим огневое поражение и несут потери больше, чем мы, накратно больше. Британская разведка, я вам зачитал только что, как оценивает моральное состояние, как усталость и низкую мотивированность, и низкий моральный дух. Так вот, примчался Герасимов, начальник генерального штаба Российской Федерации, сейчас предположительно, по данным нашей разведки, находится на оккупированных территориях Украины, где-то на запорожском направлении. То есть где-то в районе, может быть, Татмака или Мелитополя, вряд ли он ближе к фронту поедет. Хотя, не знаю, появилось видео в сети, как он там приходит на командный пункт. Но опять же, все в имперских амбициях. Проектор, лазерные указки, все там рассказы на картах о первом, втором эшелоне и так далее. Красивая показуха, к войне имеющая очень мало отношений. Подождем, когда наши айтишники скажут, они, я думаю, геолоцируют это видео. Мы будем точно знать, где оно снималось. Может, оно вообще на полигоне в России снималось. Но, тем не менее, сам факт, что они показывают, что вот такое высокое начальство вроде как примчалось на передовую, потому что... А потому что ситуация на передовой очень и очень для них плохая. Для нас складывается все лучше и лучше. В нашу пользу. Ну и остается у нас с вами Херсонское направление, где противник сохраняет военное присутствие на левом берегу, пытается там окапываться. Также ведет обстрелы правобережной части Днепра на всю дальность досягаемости его артиллерии. В эти сутки досталось более чем 25 населенным пунктам от Никополя до Херсона и даже до Очакова. Очакову тоже в эти сутки досталось обстрелы. То есть достали до Николаевской области. Наша артиллерия ведет контрбатарейную борьбу. По мере возможности, когда успевает... Мы удерживаем плацдарм. К сожалению, все, что можно сказать об этом маленьком пяточке земли, но очень важном для нас на сегодняшний день. Ну и не даем противнику спокойно оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу. Постоянно наносим им огневое поражение. Вот такая вот по оперативным направлениям военная обстановка на данный момент. И два слова скажем о оккупированных территориях. Вот здесь вот, кстати, то, что я и говорил. Они сейчас стягивают... Все, что можно забрать, все забирают. И сейчас срочников призывают, и те контрактники, которые еще там цеплялись за пункты постоянной дислокации, их из частей выдергивают, всех отправляют на фронт. Там у них тоже чистка рядов, я бы так сказал, под гребенку всех выгребают сюда. Ну и прессуют срочников в плане подписания контрактов. Они же разрешили им подписывать с первого дня принятия присяги. Вот. И, соответственно, отправляют сюда. Как только контракт подписан, все, на следующий день можешь собирать вещмешок, и ты едешь. И этот солдат едет на фронт. Уже как контрактник, а не как срочный. Так вот, наша разведка дает такие данные, что российские оккупанты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру на территорию временно оккупированных населенных пунктов. Так, например, в шахтерской профилатуре в Нижнем Нагольчике, тут с населенным пунктом могу ошибиться, Луганской области, размещено порядка 100 расистских военнослужащих. А в населенном пункте Семикозовка, тоже Луганской области, тоже размещено более 100 оккупантов. Ну, раз наша разведка, раз Генштаб это включает в сводку, значит, наша разведка знает, и до Луганской области у нас там Хаймарс животворящий не очень достает, но зато Шторм Шэдоу прилетает туда регулярно. Так что будем надеяться, что эти опубликованные цифры скоро могут измениться в обратную сторону. Вот так вот они используют инфраструктуру и завозят, завозят, все, что могут завести, все завозят. Авиация. Кстати, надо отметить, что завозят личный состав. Эшелоны, вот по данным даже расистских военкоров, можно сделать вывод, что эшелонов с техникой стало намного меньше. Особенно с бронетехникой, особенно с боевыми системами, артиллерийские системы, танки, БМП, БТРы. В основном идут эшелоны с грузовиками и с топливозаправщиками. Есть еще автомобили с кунгами и прицепы к автомобилям. Немножко встречаются, иногда встречаются системы ПВО и БТРы. Но вот гусеничная, тяжелая техника встречается крайне редко сейчас в военных эшелонах. Вот такую тоже тенденцию мы отмечаем на сегодняшний день. Авиация Силы обороны за минувшие сутки наша авиация нанесла 7 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава противника техники и вооружения. Также 3 удара по зенитно-ракетным комплексам врага. То есть мы продолжаем в приоритет ставить системы ПВО врага. Авиация, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 зенитно-ракетных комплексов врага. Тяжелую огнеметную систему ТОС-1А Солнцепек. Это, кстати, ее в районе Старомайорска. Она там нам попила крови. Но я так понял, что нашла ее наша разведка и мы ее уничтожили, эту систему. 5 районов огневых позиций артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы поразила наша артиллерия, состав с боеприпасами и склад боеприпасов. Вот такой вот набор у наших ракетных войск и артиллерии. В общей сложности Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали рашистских оккупантов 500 штук, в технике враг потерял танки 5 единиц, боевые бронированные машины 17 единиц, артиллерийские системы 23 единицы, система ПВО 2, беспилотники оперативно-тактического уровня 10, автомобильной техники 32 единицы и 3 единицы специальной техники. Вот такая вот урожай собрали Силы обороны за прошедшие сутки. Но я бы сегодня еще добавил такое, что за июль месяц подвели итоги и вот Генеральный штаб отчитывается, что за месяц наши Силы обороны уничтожили 28 складов с боеприпасами, 34 базы с хранением, с техникой и вооружением и 3 других объекта военной инфраструктуры врага. Вот такой вот урожай собрали наши Силы обороны в течение месяца. Более там, будет появиться более подробная расшифровка чего и сколько по видам артиллерии. Точно зная, что в прошедшем месяце наши Силы обороны установили очередной рекорд по уничтожению средств ПВО врага. Это очень хорошо, потому что мы расчищаем небо для работы нашей авиации. В наступлении нам надо будет поддерживать наши войска, прикрывать их с воздуха, а для этого надо подавить систему ПВО противника. Поэтому это приоритет. И, насколько я помню, по цифрам еще неделю назад говорили, что уже Силы обороны Украины выходят на рекорд по уничтожению систем ПВО врага. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова